Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 18 января и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. На вчерашних торгах в Азии, а затем и в Европе, пара евро-доллар возобновила рост курса единой валюты. После получения позитивных новостей из Китая, где данные по ВВП, промышленному производству и розничным продажам превзошли прогнозы аналитиков. От азиатского минимума 1,2649 евро поднялся к уровню 1,2736 и в ожидании новостей из Германии обосновался в узком диапазоне, вблизи этой отметки. Публикация институтом ЗЭВ отчета по индексу экономических настроений в Германии поддержала быков по единой валюте, поскольку данные оказались значительно сильнее ожиданий. Евро-доллар на этом фоне совершил новый рывок и протестировал на подъеме максимальный уровень 1,2808. Однако рост был недолгим на торгах в США, инвесторы вновь начали скупать безопасные активы и курс евро снова пошел вниз. На закрытии Нью-Йоркской сессии пара балансировала в районе 1,2728, удерживаясь в пределах диапазона 1,2716-1,2750. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем продолжения восходящей коррекции и подъем пары к целевым уровням 1,2780, 1,2808 и 1,2874. Если продавцам единой валюты удастся на откате преодолеть уровень дневного разворота 1,2731 и закрепиться под ним, может последовать попытка пары протестировать на пробой, проведущий минимальный уровень 1,2624, а затем вновь ожидаем возобновления восходящей коррекции. После публикации в ходе вчерашних торгов британского отчета по инфляции, показатели которого совпали с прогнозами аналитиков, пара фунт-доллар возобновила рост своего курса, зафиксировав максимальный уровень подъема на отметке 1,5403. Здесь, однако, пара столкнулась с активным сопротивлением продавцов и на фоне агрессивных продаж британского фунта была вынуждена откатиться в диапазон ранней азиатской торговли вблизи ценового уровня 1,5320. В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение восходящей коррекции и подъем пары к целевым уровням 1,5349, 1,5382, 1,5438 и, возможно, 1,5484. Возобновление снижения пары может стать актуальным только в случае пробоя вниз уровня последнего минимума 1,5320 и закрепления пары под ним. Целью снижения в этом случае будет потенциальный уровень поддержки 1,5272, от которого вновь будем ожидать возобновления восходящей коррекции. Золото демонстрирует в последние дни весьма неплохую динамику и на вчерашних торгах пробилось к максимального середины декабря уровню 1,667,63 за тройскую унцию. Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и ситуация в Европе по-прежнему оказывают поддержку покупателям металла. Однако интерес к продаже со стороны фондов все еще продолжает сдерживать быков и на американской сессии во вторник курс золота не смог удержаться на максимуме, откатившись к закрытию торгов на отметку 1650 долларов 45 центов. Серебро продемонстрировало аналогичную динамику и достигнув на торгах в Лондоне максимальный уровень подъема 30 долларов 58 центов откатилось затем в середину дневного диапазона, зафиксировав уровень закрытия на отметке 30 долларов 7 центов за тройскую унцию. В экономическом календаре среды Великобритания опубликует показатели по труду, включая изменение числа заявлений на трудоустройство и на получение пособий по безработице, а также уровень безработицы, приведущий показатель 8,3%. Еврозона представит динамику объемов строительства за ноябрь, а в статистике США будут опубликованы данные по объему покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и индекс цен производителей за декабрь. Более подробную информацию по движениям валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.